Во-первых, я бы хотел сказать, здесь у меня уже накапливалась информация, в каком русле мы хотим беседовать. Начнем с истории. Когда-то у нас была на севере области двухполка, подсолнечко и сенечко. Это вот когда 91-й год, развал самая... На сегодняшний день, мы не будем мы этапы сокращивать, мы пришли к тому, что наше министерство нас ограничивает. Ну то есть, ну не нас назовем так, я боюсь, что здесь другой контингент сидит. Сельхозпроизводители, определенные группы заинтересованы получать маржинальность, как можно лучше. То есть, и для этого министерство смотрит в завтрашний день, и нас ограничивает. Говорит, не торопитесь зарабатывать все, что можно, сработайте дальше. Хорошо. Параллельно, ну, допустим, вот мы в ту сторону сего ворота отгородили 15 процентами. В эту сторону требует 5 процентов покровных культур. Покровные, там, многолетние травы, и когда сдаем мы в ЦСУ. И я вот смотрю, с одной стороны, настороженность. Нас прессуют. А потом думают, да нет, нас не прессуют. Нам открывают глаза. Смотрите, вы не туда идете. То есть, в определенном уровне кто-то нас корректирует. И если нас корректируют, к примеру, севооборотами, то есть мы должны к этому прислушиваться, в этом идти. Если вот здесь собрались люди думающие, творческие и идущие, то что проще выращивать? Ну, на сегодняшний день. А зима цены растут. Если мы говорим маржинальность чечевицы, ну-то, то она высокая. Тогда задается, почему мы это не делаем? Потому что это сложно. Здесь человек не ищет легких путей. Ну, может, кто-то и ищет. На это место придут более творческие, которые будут идти. То есть мы пошли, и для нас, я вот услышал у коллеги, проблема была с заделкой семян. Значит, мы эту проблему увидели раньше, и мы с этой проблемой, говорим, боремся. Ну, то есть для нас нужно было сохранить влагу, мы пошли искать влагу. Мы ушли на нулевую технологию. Но заработали сложности. Нужна сейлка, которая будет пробивать пожневные остатки. То есть ту проблему, которую поверхностные обработки сибирской стойкой мы уже прошли, и мы уже это как бы, ну, для нас это прошедший этап. И, видя на севере области засуху, и нужно поднимать дорогие удобрения, и нужно чем-то накапливать, ну, вот продолжение вот этих 5%, мы должны заполнять чем-то бобовым. То есть мы пробовали сеять сою, сою, у нас работает, урожай дает, но тяжело убирается. То есть она по-другому формирует свойство. Попробовали чечевицу, и теперь задается вопрос, а что выгоднее? Ну, то есть это вопрос некорректный. Когда мы садимся за стол, мы же не спрашиваем, а что дешевле стоит, и что я буду сегодня кушать. Ну, смешно. Борщ готовится, что стоит? У нас все в оборот есть. И вот культуры, может, там где-то 20-30, я не знаю, статистики скажут. Сколько мы культур задействуем? И вот здесь стоит стратегия, каждый выбирает для себя. Ну, назовем так, что для нас интересен, ну, и мы углубленно им занялись, уже в течение 10 лет занимаемся. С помощью науки Константина Игоря Фимана у нас совместно с нами это делает. Мы дружим с Николаем Григорьевичем, и он нам сказал, у нас есть чечевица. И 500 гектар мы закладываем нута по севобороту на 4 тысячи севоборота. И гектар 50-60, ну, с его благословения назовем так, мы берем чечевицу. Я не буду говорить, что больше даст. В один момент мы, когда начали считать, это вот и три было, мы посчитали стоимость подсолнечника, и на тот момент я посчитал, и была у меня информация, что в том году нут дал ровно столько, сколько дал подсолнечник. Ну, то есть мы не в состоянии нута высеять столько, реально, это тяжело, эта культура интересная, и она сложная. Ну, вот мы, допустим, как бы я вот вкратце, изучение коллекционных образов проводилось с 2011 года в условиях Приазовской зоны. Высевалось более 100 образцов из мировой коллекции. То есть мы просмотрели, какие образцы для нас более подходят, и рассмотрим их ниже. Мы вот брали, ну, как бы вот, если мы посмотрим, разновидность, это, кстати, отличительная, начиная от белого и заканчивая, ну, вот, допустим, чисто белый, потом немножко с изменением, и доходя до черного цвета. Это, будем так считать, завтрашний день, который будет востребован. На сегодняшний день мы пока не видим, насколько будет востребован белая сорта, и насколько будет востребована следующая. Ну, вот сорта, которые мы видим здесь. Это Боховский белосемянный, крупноплодный. Потом идет антрацит, это как уголь черный подходит человек и говорит, это что у вас в складе? Уголь лежит, он аж блестит прямо. Перспективный белый, который в разработке сейчас мы работаем, более крупный. И сорт Гриорий, это коричневый сорт. В этом году прошла регистрация сортов, и три из них это сорта наши в Ростовской области. Значит, из всех сортов Хабиб зарегистрирован по Ростовской области, остальные по другим областям. То есть, три сорта зарегистрированы у нас в Ростовской области и показали результат высшеконтроля. Вот разновидность, будем считать, международная, как за это. Это Кабули, это белые сорта, и Дези. У нас, получается, к белым сортам это Боховский белосемянный, а Гриорий антрацит относится к Дези. В первичном семеноводстве мы вот видим фотографию, она немножко нечеткая, но как бы вот сорт Григорий. Особенность его, этого сорта, у него развитая стебель, высокое количество бобов, как правило, это два боба, два зерна в одном бобу находятся, реже один. Вот мы смотрим по его высоте. Есть такое понятие технологичность. С одной стороны, нас интересна чечевица, свои особенности, и она должна как бы нам закрывать какие-то питательные вещества, оставляемые все в обороте. И вот нут. У нута, что журнал 20 см, блокнот нижней бобы находится на высоте 20 см. Как правило, мы не видели, что бы полегало в наших условиях, может и где-то и быть полегание, но у нас полегания нута нет. Вот это сами семена более в крупном виде, Григорий. Вот боковский белосемянный, интересный сорт, имеющий крупное само зерно, получается, если, как мы говорим, удовлетворить любопытство покупателей, получаем 80+, 8+, по решету. То есть практически ниже 6+, не проходит, в зависимости от года, есть процент проход через решету до 30%, а так сорт крупноплодный. Вот мы его видим, у него, как правило, боб находится по одному зерну, это его особенность за счет того, что он крупный, он занимает весь боб на себя. Зерно, отличительное зерно от других, здесь на фотографии я не буду к этому времени ограничен, на чем отличается от других, не буду. Вот он в чистом виде, даже по фотографиям, три они получились, все разные. Антрациты – это более высокорослый сорт черный, не имеющий аналогов в России, это как бы изюминка, эксклюзив. Ценовая политика его настолько большая, что его нет у нас. То есть вопрос рынка, оценить, сколько он в России будет стоить, то есть за рубежом он – это самый дорогой, будем так считать, сорт по котировке. Вот его очень нравится комбайнером его убирать, он по стеблю кустистость и хорошо комбайном кустится. Значит, по выращиванию на участке размножения мы высеваем ее через 70 сантиметров, получается заполняемость очень большая куста, до 200 зерен могут на одном растении быть. То есть потенциал урожайности вот этих трех сортов от 25 до 30, в зависимости от какой зоны проходит. Вот тоже на участках размножения изреженный посев для того, чтобы малое количество у нас было семян, и нам необходимо было максимально получить по деталям. Вот одно растение, вот это на фотографии одно растение антрацит, это где-то 450 было зерен там. Ну, здесь размазано получается черное, я просто скажу, ну вот посмотрите, его вот через стекло смотрится в одном виде, если мы его откроем от стекла, он просто будет золотиться черным. Да, конечно. По вопросу технологий и столько много информации, я честно сказать, вот смотрю, у нас у многих большой интерес. Теперь вопрос такой, каждый должен выбрать для себя, какой культурой хочет заниматься, но не забудьте ключевая моя фраза, слушайте, министерство, она нам плохо не скажет. Если нам министерство говорит, мы повысим вам процентную ставку, а давайте скажем так, хорошо это или плохо, я говорю, хорошо, спасибо министерству. Почему? Я покупаю компанию новая БУшка, знаете, как я радуюсь после этого? То есть плачет Россельмаш. Но когда нам на Россельмашу больше продажа, они скажут, давайте снизим процентную ставку. Мы это увидим, и давайте на это не обижаться. То есть если кто-то пытается, будем считать, группа сельхозпроизводителей или сельхозников, они влияют на эту ситуацию, и это нормальная ситуация. То есть в стране, страна тем и хороша, что здесь не диктатура, а здесь какие-то интересы, мы это заметили. Что группа собралась, настояла и пошли на попу, ну как бы на встречу пошли, мы ответили на это. Я считаю, что эта тенденция, насколько мне нравится, и я вижу перспективы наших деятельностей, идет как бы вперед и позитив огромный. Вот здесь у нас получаются котлеты, которые, будем так считать, что сейчас у нас есть такой термин, не молоко, мне нравится это название, почему-то мы еще не сказали, не вода. А вот эти котлеты, когда переживают, кто же будет пасти у нас коров в мире, а вот как раз котлеты, не нужно пасти, они как мясо, белок у них насыщенный. Так это не мясо? Да, это не мясо. Это растительное мясо. Друзья, вопрос... Если можно, вот я с возможностью, прежде чем придете к вопросам нашим селекционерам, я хотел бы как селекционер поздравить селекционеров по НУТУ. Сегодня мы присутствуем при уникальном событии. Сразу три сорта районированы, не только, как Семен Лео сказал, по Ростовской области, но и по всему Северному Кавказу. Это очень редкий случай, когда сразу три таких уникальных сорта внесены в государственный реестр, с чем мы их и поздравляем. Ну и учитывая, что в Зернограде есть такое замечательное предприятие, где мы сейчас находимся, если Семен Григорьевич будет более активно работать, то я думаю, что и в его копилке будет не один десяток таких замечательных золотых медалей, с чего мы его поздравляем. Спасибо за пожелания. Друзья, вопросы есть? Сколько сеется? Какой нормал? Миллионам? Мне нравится вопрос. От 30 тысяч до 400 тысяч мы сеем. Теперь уточните, что бы вы хотели услышать. Ну это в сплошном сее. Нет, а так вы в семеноводческих участках шириной там сеете? Хорошо. Вы задали вопрос, я ответил на прямой вопрос. Мои коллеги рекомендуют миллион сеять. Это много. Мы сеем, давайте так, что мы хотим получить? Вот здесь вопрос стоит такой. Я считаю, что больше 500 нецелесообразно тратить средства на семена. А он терпит и миллион посеять. Но вы в производстве сеете сплошным севом? Или так же? Да, сплошным. Между ряде 19, ты так понимаешь, да? Значит, мы сеем 19, 25, 35. Я это называю сплошной. Если пропашной, это 45-70. То есть у нас мы работаем по нулевой технологии. И он терпит зависимости. Теперь вопрос такой. Когда мы выбираем в междуряде, мы закладываем, какой будет у нас стебель. Если стебель в колено, то его можно сеять и 70. То есть в один год мы антрацит посеяли через 70 сантиметров. Он сплелся, не было видно междурядей. В какой-то год, если будет мало осадков и курс будет малый, то желательно 30. 30 перекрывает в любой год. А прямой сев, какими севками? Дисковые, анкерные, монодиски? Или скултером? А какие вы применяете сев, которые вы используете для своих? Ну, вопрос хороший, мне нравится. И вы даже не представляете, как он интересен для меня. Мы сейчас работаем по сейлке. По сейлке, хорошо. Коротко, если я хочу делать отчес, то нужен. Вот как я вижу, это моя наработка. И жалко делиться, но поделюсь. Раздвигаем мы пожневные остатки. Ежиком. Затем идет коп. Очиститель рядка. Колтер. И лучше будет пробивать в любую погоду. Это анкер. Потом укрывающее колесо прикатывающее. Технология нулевая. Если мы говорим о технологии, это технология, ну, как мы ее называем, секта. Это религия. Говорят, земля должна быть закрыта в нашей зоне. И вот когда мы идем в этом направлении, мы работаем двухдисковым сошняком, желаем идти без колтера. Все получается. Но если чуть больше пожневных остатков, чуть сырее земля, то мы зарабатываем проблемы. Это сложный вопрос. Я не хочу отнимать. Если вам интересно или есть интересное в зале, мы это будем обсуждать. Хорошо, вы сейчас сказали, очиститель, колтер и анкер. Это что за сеялка? Это нужно видеть. Я вам скажу, есть силоборот классический. Нет, нет, все, это проехали. Мы говорим о прямом севере. Я просто, вы сказали, как вы сеете. У вас очиститель, понятно, ежик идет, да, как вы очистите. Дальше, колтер комплектуется плюс анкер. Что за сеялка? Когда приехали представители Жандира, и мы поставили отключающую систему, они сказали, в Америке еще такое не забрели. Опять, вы услышали, Жандир. Дальше, приехали Амазоны, увидели ДМС, девятку. И когда увидели рядок через 70 сантиметров, чтобы высевать кукурузу, они говорят, а мы до этого не сделали. Я говорю, ну вы для чего кратность не сделали? Мы с сеялку берем базовую. Работаем Жерарди, работаем зерновой монодиском. Перечень сошняков много. Я вам сказал то, что я вижу. Вы попросили, я вот как на духу продал бесплатно, подарил информацию. Я могу нацелить, может им лучше что-то продать. Спасибо, спасибо, обменяемся. Вопрос, я же задал, что за сеялка? То есть это вы сделали свою структуру? Доработали, мы пользовали тремя сейлками, которые дорабатывают. Однозначного ответа тяжело сказать. Еще раз, Жандир, семитысячная, ДМС, девятка. У Семена Григорьевича целый парк сейлок, которые он дорабатывает, даже импортные, даже знаменитые он переделывает под свои поля, под свои интересы, под свои климатические условия. Дело в том, что это будем так считать, если мы возьмем историю Бурго, сейлка самая даровая, ну как сказано, как Даржанчук говорит, я уважаю тех, у кого есть Бурго. Это его фраза прозвучала 10 лет, он в Ростовскую область приехал, увидел человека. Семья отец с сыновьями переделали, это вот наши прорезники, они переделали сейлку и создали это изделие. То есть они дорабатывали. Так вот, их сейлка, мы взяли каркас, рамы Бурго, и на нее наращиваем более другие органы. То есть, ну это конструктор, это не от марка. Все, другого не надо. Вот это от пределы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вопрос еще. Какой вы гербицид применяете для того, чтобы держать на весь период выращивания нута, и какая цена семян? Значит, по гербициду мы работаем по нулю, почвенником работаем, и все. И только против злака. Каким почвенником? В норме, в какой почвенником? Или гербицид? Что? В том числе, Мерленфлекс. А с какой нормой? Работаем, как правило, нижним пределом нормы. И цена у нас имена. Хороший вопрос. На данный момент, ну где-то, я даже боюсь этот вопрос озвучить. Дело в том, что мы только на начальном стадии, и мы реализацией семян не занимались. У нас семена, ну будем так считать, на сегодняшний день эксклюзивные. Они питомника размножения. Если мы говорим об отходах, ну которые там половинки берут, это один вопрос. На сегодняшний день, ну будем так считать, если мы называем цену, соответственно, я должен назвать объем. Поэтому этот вопрос, как бы, сложный сейчас озвучить. На следующий вопрос. Что? На следующий вопрос. В этом году, если, допустим, кто-то энтузиаст и захочет поучаствовать, то мы, как бы, на договорных условиях можем это собрать. Выращивание. Спасибо. Еще вопросы есть, Семен Григорьевич? Семен Григорьевич, вот мне бы хотелось вернуться вот к тому дню поля, который мы проводили в Крыму. И вот помните, там тоже было нулю в Черноморском районе была такая проблема у перепелицы. Он сказал, что после нута урожайность пшеницы меньше, чем после гороха. У вас такие же наблюдения? Не такой хороший предшественник нут по сравнению с горохом. Я бы сказал, здесь либо ошибка эксперимента, здесь закон сохранения энергии должен присутствовать. Если горох стоит 20 рублей, а чечевица стоит 70, то это маржинальность. Если мы с поля выносим 4 тонны, то мы ее выносим, любой продукции, мы белок выносим. Здесь, получается, нишевые культуры более дорогие и с низким, они арифметически выигрывают у конкурентов. У нас лучшее, допустим, по нуту идет и по чечевице, а зимой развивает, получается. И технологичные спосевы, а рог больше выносит, мы этого не видели. То есть не уступает они, эти чечевицы и нут гороха. По гороху не так интересно.